Народ, всем привет, всем хорошего настроения, приятного просмотра. Сегодня, как вы уже, наверное, догадались, у нас будет колебан. Попытаюсь в сегодняшнем видео вообще разобраться, как играть на этой штуке, что нужно сделать, чтобы его хоть чуть-чуть реализовать. Ребят, как вы все прекрасно знаете, это тяжелый танк с полным отсутствием брони, но орудием, которое может засандали тебе хэш-фугасом по тысяче урона. Ребята, честно могу сказать, при таком сведении, при такой точности, там будь-то у тебя хоть две тысячи альфы, это абсолютно никоим образом никого не будет волновать, потому что ты просто не попадешь. Вы скажете, играть на ближних и средних дистанциях? Нет, тоже не подходит, потому что тебя убивают сразу же. Ты не попадаешь, ждешь там 20 секунд практически, и все, тебя расстреливают 2-3 танка, да и иной раз и одной семерки бывает хватать, чтобы тебя отправить в ангар. Давайте быстренько технические характеристики этой машины, потом идем в рандом. Итак, что у Колебана по техническим характеристикам? Прочность 1700 хп, броня в башне 120 мм во лбу, в бортах 50, в корме 40, в корпусе 94, в бортах корпуса 40, в корме 35. Ребята, этот танк ничего не может танкануть, запомните, пожалуйста. Урон в минуту 1747, время перезарядка 19,9. Ребята, средняя пробиваемость на бронебойном снаряде 229 мм. И, пацаны, что это нам говорит? Да то, что мы против девятого уровня вообще ничего сделать не можем. Выцелить уязвимую зону? Нет, ребята, не с его сведением и точностью явно. Остается только обходить с борта или с кормы. Но недостаточно скорости, недостаточно маскировки. Как играть, непонятно. Дальше пробитие на осколочно-фугасных 187 мм. Казалось бы, неплохо. Да, некоторые танки ты действительно будешь пробивать прямо в лоб. Ну, ребят, возвращаемся. Попробуй попасть. Средний урон на ББшках 580, на осколочно-фугасных 860. Время сведения 6,8 секунд. Разброс на 100 метров 0,426. У Вен минус 8. Максимальная скорость 30 км в час. Тяга вооруженной 16,5 практически лошадей на тонну. Скорость поворота башни, ну, будем считать 21 градус в секунду. И скорость поворота корпуса 41,5. Ребят, без понятия, что сейчас будут за бои, посмотрим. Смотрите, что у меня по оборудованию. Возможно, вы скажете, что нужно что-то поменять. Я к вам прислушаюсь. Смотрите, я считаю, что все-таки 170 мм на осколочно-фугасных это маловато. Поэтому калиброванный снаряд. Даже не то, что у меня там плюс 11 к пробитию на ББшках. Это, наверное, вообще не решает. Дальше. Естественно, когда ты кидаешь фугасом, который абсолютно не имеет никакой скорости полета, ты ставишь увеличенный заряд, чтобы, ну, хоть что-то иметь в итоге. Ну, и сведение. Ребят, сведение тут, извините, 6,4 становится 6,8. Но хотя бы разброс на 100 метров 0,426. Мне кажется, так будет разумней. Ставить сеть? Да нет смысла в сети. И в улучшенной оптике нет никакущего. Ребят, пусть будет, что будет. Итак, вперед. Танк, ну, танк интересный. Я с вами соглашусь. Но если вы так же, как и я, хотели этот танк к себе в ангар, то посмотрите это видео, ребят. Я вас очень прошу. Вы его расхотите. Зачастую я даже позиции не знаю, где искать. Где мне находиться на карте, на ТТ направлении. Так ты в фокусе постоянно. 19,9. Ребят, КД как у Бабахи. А Бабаха в два раза точнее. Не знаю, сделайте из него ПТ тогда. Или тяж с реально забронированным лбом. Что корпус, что башня. Крушитель. Крушитель размотает Колебан в лоб. Ну, дам я ему на тысячу разочек. Ну и все. У него ДПМ лучше. У танка 7 уровня. Так, это пока ВАЗа начинает работать хорошо. Меня очень сильно смущает, ребят, 2СТ. Очень сильно смущает их 2СТ. А ну ладно, я их по крайней мере вижу. По скептур можно пострелять. Если получится. Ну, мне нет смысла. Просто нет смысла оставаться тут, ребят. Все стоят от позиции. Все там пытаются башнями танковать. Рамбуют. Что я тут сделаю? Да, я с одной стороны согласен, что это танк, который ищет уязвимые стороны противника. Противника. Ну, дайте тогда ему хотя бы скорость. Но ведь и этого нет. Ну, Крушитель на первой линии против восьмерки, это, конечно, сильно было. Жаль, что он уехал. Там что, что ехать кормой, что ехать лбом, вообще не имеет никакой, никакой роли. Первая тычка, ребят, поздравьте. 325 урона у меня есть, отлично. Ребята справляются, кстати говоря, без моей помощи. Если повезет, в АТ-15 что-то дам. В лоб он меня просто уничтожит. Просто уничтожит. У него там ДПМ. Помните, какой бешеный. Он еще и бронированный, кстати говоря. Откатись, дайте на косарик, попробуй дать. Спасибо. Это было приятно. Вот, вот, видимо, ради этого, ребята, мы с вами и хотим танк-калибан. Ну, уж могли, ну, чуть поменьше сведений. Ну, бабахи, это вы дали нормальное сведение с разбросом на 100 метров? Ну, этот, ну, этот вообще против девяток попадается. Ползем. Ну, он сейчас, наверное, ваза будет забирать. Ну, все. Он, к сожалению, ребят, не достается мне. Ладно, две тычки, ребят, за бой. Что и требовалось доказать. Ну, может быть, во втором повезет побольше. Да, 900 и 300. Прекрасно. Результат просто, ребят, на лицо. Надо поднимать выживалку на этом танке. Зачастую это делать просто невозможно. Вот, если бы я сейчас не объехал бы с другой стороны, мне кажется, меня бы после кружака бы снесли просто в ноль. Если бы Калибан попадался против, только против восьмого уровня, против седьмого, то есть имел какой-то льготный, постоянный льготный, какой-то там, скажем так, условие баланса. Да, можно было бы на этом танке даже играть. Но против девятки, мне даже страшно представить. Против девяток. Тайгер. Лев, проснись. Лев, проснись. Что с тобой, Лев? Тут ТТ сетап. Лев поехал с СТшками. Его дело. Один АФК. Пока постоим, подождем, ребята, именно так. Непонятно, что за ситуация, кто где, наши сзади. Команда противника пока до этого момента не светилась, но вот уже вроде как показались. Ладно, едем. Будет круто, если получится обойти как раз таки вот отсюда. Должно получиться, но единственное, что... А, ну у них ПТ, кстати говоря, нет, так что да, все должно быть нормально. Так, Паттон поиграл. Просто вломился, ребята, зачем-то вот прям на всех. Очень странно. Так, теперь сводимся. За то время, пока ты сводишься, если что, танк противника может просто уже уехать. Но неприятно, я согласен. На восьмерке получать на 800 приятного мало. Не буду выцеливать, ребят, даже фугасиком. Смысла никакого нету, я мог просто его не пробить. Так, слушайте, но... Ой, Т-34, какой-то расстроенный. Уже лучше, чем в прошлой каточке. Хорош. Можно было, кстати говоря, его забрать, но что-то как-то не вышло. Ладно, кодешимся еще раз. Кодешимся и ждем. Мне, конечно, не хотелось бы покидать достаточно укропное место. Было бы здорово, если бы, конечно, Т-34 забрали. Прекрасно. Ну, потому что не хочется тратить на него свою альфу. Вот. А фугасиком вот хочется в акулу дать, например. Ёпра. Да как же это больно. 940, ребята. 940. Все, слушайте. Практически турбач. 7-2. Окей. Пойдет. Пойдет. 2,5, кстати говоря, урона мы даже дали. Но повезло, что с центра ТТ противника просто не вкатили и не размазали всех. Там Паттон что-то как-то отлетел очень быстро. С нулем, наверное, да? А нет, 670 урона новичок дает. Я в топе по уроду, пацаны. Лев, который просто сказал, да, забейте, поехал и поехал. Ну что, ребята, с тем учетом, что у нас был первый бой такой, знаешь, пристрелочный, непонятный, турбо-победный. Я предлагаю, наверное, в третью каточку выйти, но очень надеюсь, что не против танков девятого уровня. Понятия не имею, что с девятками делать. Кто-то из вас скажет, дайте ему точность. Ребят, ну тут тогда будет абсолютно полное отсутствие какой бы то ни было логики. Ну, как разработчик может дать танку с пробитием там 180 фугасами на восьмом уровне точность? Хотя вы такие, а что случилось с бабахой? Ну, блин, тут тоже я с вами согласен. Если уж он сводится долго, да, ну пусть 6 секунд будет, то разброс. Все-таки он после этого сведения в 6 секунд, он должен попасть. Вот согласны? Вот ему сделать какой-нибудь топовый разброс. Пусть он хрен с ним сводится долго, но вот чтобы он гарантированно давал тычку. Вот, я думаю, что это идеально будет, забаланшен танк тогда. Вот ты сводишься все 6 секунд. Вот, и только в этом случае стреляешь. А. 2 ПТ, между прочим, борщ. Жаль, очень жаль. Очень жаль. Я бы стрельнул, но я бы стрельнул куда-то вот сюда. Сейчас будет свет, возможно. Вот, вот, а льва. Львы какие-то, ребята, в последних катках отчаянные. Хо-хо-хо-хо. Ребят, вы видите, как летит фугас? Он просто вот так вот. Мне кажется, уже не первый раз, что он просто летит выше. Так, там Тигр-1. В него тоже, кстати говоря, можно фугасик кинуть. Т-34. Я так думаю, что сейчас будут в ближайшее время забирать. Поэтому мне нужно действовать побыстрее. И, во-первых... А, он АФК-шник. Ладно. Ё-моё, да как же это больно, ребята. 899. Полторы тысячи. Пару тычек, уже полторы тысячи. Так что, ребят, я думаю, что без увеличенного заряда просто не стоит выкатывать в рендом. Ой, ой, я встретил друга на колебании. Ребята, вы не поверите. Первый раз я увидел точно такого же... Неадекватного. Я извиняюсь, дружище, если бы я тебя чем-то оскорбил. Но играть на колебании, это на самом деле... Так себе поступок. Ну, потому что он реально сложный. Но! Странно, ребят. Странно. Но мне три победы подряд. Кривые косы, но победы. Ребят, колебан дарит, конечно же, кучи вам эмоций. 100% особенно, когда ты пробиваешь, особенно, когда ты попадаешь. Это, конечно, здорово. Да, фугасиками кидать 900-1000 в тяжелые танки, это действительно круто. Но это нужно делать таким образом, чтобы в этот момент тебя никто не фокусил. Чтобы тот танк, в который ты стреляешь, даже не знал об этом. Потому что у тебя есть огромная вероятность того, что ты просто не попадешь, но получишь там 2-3 тычки взамен. Почему, спросите вы? Да потому что пока ты сведешься эти 6 с небольшим секунд, например, Тигр-1 может выдать 2 гарантированных тычки за это время. Вот, и это уже там 400 урона ты впитаешь. Вот, а ты дашь ему на 300. Но только он перезарядится через 5,5 секунд, а ты будешь перезаряжаться еще 20. А не всегда получается засейвиться. Поэтому очень аккуратно выбирайте цели, по кому вы будете наносить вот эти самые хэш-фугасные плюшки. Но танк все равно, ребята, танк все равно мне интересен. Мне все равно нравится на нем играть. Серьезно, кто бы что ни говорил, у меня на нем не очень хорошие показатели, мягко говоря. Потому что я не выживаю. У меня на нем 1896 среднего урона и 54% побед. То есть танк очень сильный. Тут просто до невозможности зависит от команды. Народ, у меня на этом все. Огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Поставили лайк, ну и конечно же подписались на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...